всем большой привет я очень рада что вы заглянули ко мне на канал сегодня я снимаю теговое видео так называется я жена этот тег предложила мне снятие моя виртуальная подруга оксана сани а из 2505 она еще несколько девочек блогеров сняли тоже подобные видео ссылки на их видео я оставлю внизу в инфобоксе так что можете пройти по ссылочкам и посмотреть их версию тега ну а сейчас я с удовольствием отвечу на 12 вопросов которые предложила оксана и вы узнаете какая я жена вопрос сколько лет вы в браке с моим мужем в этом году мы отметили хрустальную свадьбу это 15 лет в браке 16 июня в этом году мы отметили такую красивую я считаю дату 15 лет совместной жизни второй вопрос за годы семейной жизни вы изменились под влиянием мужа и пытались ли его изменить вы знаете конечно да за годы семейной жизни я изменилась поменялись какие-то мои вкусы предпочтения я стала спокойнее терпимее даже мне кажется мудрее с годами так что думаю да изменилась а вот по поводу того что пытались пытаюсь или я изменить его вот знаете мне кажется человека в принципе очень сложно изменить и это мне кажется не очень такое благородное дело а вот пытаться его направить и как-то повлиять на его мысли на ход его мысли на его как-то вот жизненные какие-то ситуации это да так что скорее всего да я пытаюсь повлиять направить но не изменить следующий вопрос чувствуете ли вы необходимость время от времени отдыхать друг от друга или вы всегда и везде вместе вы знаете да вот мы мне кажется редкостная такая пара которые мы никогда не хотим отдыхать друг от друга мы именно всегда и везде вместе мы отдыхаем вместе мы работаем вместе и в общем-то все свободное время мы всегда проводим вместе вместе с семьей и нам это вам нравится следующий четвертый вопрос сопровожаете ли мужа утром на работу в случае если вы домохозяйка или уходите на работу позже мужа я ухожу на работу позже мужа где-то минут наверное на 15 но я всегда его стараюсь проводить то есть спросить ничего ли он не забыл то есть как-то да я его провожаю первым а потом уже собираюсь окончательно я и выхожу из дома чуть позже следующий пятый вопрос как вы думаете жена должна работать или семью должен содержать мужчина вы знаете я считаю что жена не должна работать если семейный бюджет вам семейная такая ситуация вам позволяет чтобы жена находилась дома я всегда приветствую и всегда рада за те пары когда жена может себе позволить быть дома заниматься домом детьми заниматься своим любимым делом хобби я считаю что это прекрасно и я сама очень долгое время сидела дома сначала в декретном отпуске потом еще четыре года в общем-то до школы до того как к наш сын пошел в первый класс я сидела дома и меняет нисколько вы знаете не было не скучно мне мне как-то не знаю я всегда находил себе занятия мне всегда было приятно находиться дома заниматься какими-то домашними делами вот и я считаю что да если есть такая возможность и пусть жена будет дома а мужчина зарабатывает на жизнь зарабатывает на различные там развлечения хобби в общем то да я считаю что семью должен содержать мужчинам следующий шестой вопрос совпадает ли ваши методы воспитания детей вы знаете вот здесь нет у нас как-то мнение о воспитании детей разнятся у нас один ребенок у нас один сын и сейчас он учится в восьмом классе такой вот сложный немножко период такой подростковый и вот у нас немножко когда расходится мнение о том как нужно правильно воспитывать муж у меня он как-то не то что склонен а более так импульсивен более вспыльчивый и иногда может крикнуть прикрикнуть отругать а я не вот я считаю что криком ничего добиться нельзя я лучше сяду спокойно с ним поговорю мы с ним обсудим какую-либо ситуацию я ему расскажу как поступила бы я как следует поступить и как-то вот более так спокойнее я отношусь к воспитанию а муж вот нет поэтому вот у нас немножко разница метода воспитания детей следующий седьмой вопрос кто вашей семье управляет семейным бюджетом кто главный и кто принимает ответственные решения по поводу семейного бюджета мы у нас семейный бюджет общий и все время мы планируем расходы вместе потому что у нас одни цели отличное взаимопонимание и мы бюджет управляем семейным бюджетом вместе по поводу того кто главный в семье ну я считаю что главный конечно же мужчина и на ответственное решение ну иногда решение принимая иногда он иногда я просто даю возможность принять ему самому решение иногда он не идет на уступки дает мне принять какое-то решение ну а в основном так мы очень так советуемся дружно так вместе и принимаем одно общее решение единого к единому мнению приходим и принимаем ответственное какое-то решение вместе девятый вопрос если вы ссоритесь кто подходит первым битье посуды и хлопанье дверьми это про вас ну по поводу того кто подходит первым но чаще всего это я подхожу первым я даже иногда когда мне кажется что я права он нет всегда практически подхожу первым я но бывает исключение когда муж чувствует за собой вину понимает что он не прав спустя какое-то время не сразу он подходит извиняется и вот начинает мириться первым а так в основном да каким по каким то таким вот если мы ссоримся мелочам то в основном подхожу я а по поводу того что битье посуды хлопанье дверьми вы знаете мне кажется нас семья довольно таки взрослая и вот эти такие ситуации склонны мне кажется для молодой какой-то семьи еще совсем зелененьких молодоженов когда они только начинается начинает строить свою семью начинает строить свои отношения находит как-то взаимопонимание но даже когда мы только поженились вы знаете я что-то не припомню чтобы мы били посуду хлопали дверьми нет такого у нас не было все тарелки чашки у нас слава богу целы и двери тоже поэтому нет это не про нас следующий 10 вопрос представьте ситуацию подруги с которыми вы давно не виделись предлагают вам вместе провести выходной день прогулка шоппинг однако ваш муж тоже хочет провести с вами этот день и приглашает приглашает куда-нибудь чью компанию вы предпочтете но вы знаете скорее всего я извинюсь перед своей подругой и откажу ей и с удовольствием пойду с мужем куда если он меня пригласит в кафе либо магазин куда-нибудь либо просто прогуляться да я лучше выберу компанию своего мужа следующий вопрос совпадают ли ваши интересы или у каждого они свои проявляете ли вы интерес к увлечениям друг друга а вы знаете у нас в семье несколько увлечений и несколько интересов ну например у меня муж и сын очень любят кататься на велосипеде я не разделяю с ними это хобби поэтому немножко остаюсь в стороне они с удовольствием проводят время вместе кататься на велосипеде вот у нас есть другое увлечение например недавно мы приобрели такую радиоуправляемую машину и с удовольствием все втроем ходим и мне нравится наблюдать даже не иногда управлять этой машиной а так увлечение нам очень нравится вместе мы ходим гуляем выбираемся куда-то в город гуляем с удовольствием по набережной посещаем какие-то магазины какие-то мероприятия так что я могу сказать что общих увлечений у нас наверное больше да и с удовольствием и проводим время вместе всей семьей следующий одиннадцатый вопрос вы ревнивы вы знаете ревнивы но мне кажется в меру без такого либо фанатизма нет такого что какие-то сцены ревности устраиваю или что-то там проверяю что-то такого нет вы знаете мне кажется все в меру и нет могу сказать что наверное я не ревнивый человек и последний двенадцатый вопрос дайте один и самый главный на ваш взгляд совет для крепких семейных отношений вы знаете на самом деле мне кажется один совет дать очень трудно их очень много но вот если выбирать один самый важный самый главный мне кажется учитесь слушать и слышать своего супруга вот вот это мне кажется самое важное когда ты принимаешь его сторону когда ты встаешь на его место и начинаешь анализировать какую-либо ситуацию я даже вот вам просто рассказываю на своем примере что когда ты просто ставишь себя на его место и понимаешь действительно в каких-то моментах он наверное прав точно так же со стороны и супруга я считаю что и супруг должен как-то уметь выслушать уметь послушать свою супругу в общем то вот такой наверное я могу дать секрет семейных отношений учитесь еще раз повторюсь слушать и слышать своего близкого и любимого человека вот такое у меня получилось теговое видео вопрос ответ видео других девочек с удовольствием посмотрю вместе с вами ссылки на их видео еще раз повторюсь оставлю внизу а с вами мы обязательно увидимся на моем канале до встречи пока а